Дорогие друзья, приветствую вас. Нахожусь на еврейском кладбище в Навклуге. Сюда я пришел по просьбе наших зрителей, которые вот в последние дни писали мне. Просили показать это кладбище. Многие из них находятся в Израиле. Вот из тех, которые писали. Кто-то в Америке. Среди тех, кто как раз писал и мои однокурсники по факультету вычислительной математики. У нас была русская группа. И там очень много было и русских евреев, и грузинских евреев. Это была четвертая группа. Или пятая даже группа. Пятая. Я учился во второй группе, а потом после распределения наша группа стала третьей группой высшей математики. А вот пятая группа, группа кибернетики, она была русской. Четвертая группа, группа кибернетики, была грузинской. Но сейчас я к чему говорю. Я говорю к тому, что многие приезжают из Израиля, из Америки, из Канады. Кто-то уехал давным-давно, а кто-то так и не смог приехать, потому что дорога длинная. И вот просто интересно им, что происходит на кладбище. Хочу вам сказать сразу, что здесь ухоженно, здесь очень чисто, здесь очень аккуратно. Администрация этого кладбища следит и ухаживает, вылизывает, вычищает каждую могилу. Приходят сюда еще и ребята из еврейского общества. Это такие молодые дети, подростки, можно сказать, волонтеры, которые тоже принимают участие. Вот периодически здесь все чистят, убирают. Но что касается вот таких покошенных могил и немножечко уже таких попорченных временем, то не странно, здесь, посмотрите, скончался человек в 1919 году. Вот. Наверное, уже никого не осталось. Так что это неудивительно. Но здесь это фактически историческое кладбище. У этого кладбища такой статус исторического. Вот родился Ида Марковна Хашкевич. Родилась в 1897 год, скончалась в 1943 год. Представьте себе, какое это старое кладбище. И вот оно хранит много историй, много судеб. Сколько здесь целый пласт, целый пласт культурных еврейских, которые населяли и жили здесь, в Грузии, на протяжении многих и многих веков. И большинство из них были состоятельные, представительные, образованные люди. Ну вот, прошло время. Многие их родственники покинули Грузию, уехали на свою историческую родину. И поэтому осталось здесь кладбище. Хотя, как рассказывает администратор кладбища, руководитель, многие ее даже знают, замечательная женщина, то езжают целые автобусы с туристами из Израиля. Они сюда приходят как на культурную экскурсию даже. Как на культурную экскурсию приходят. Для того, чтобы вот так почувствовать вот этот дух, эту культуру, эти традиции. Потому что здесь очень интересные памятники есть. И людям, которые давно уехали, уже их детям, их внукам, конечно же, интересно посмотреть, вот, как здесь все. Это фактически уже кладбище-музей. Здесь очень чисто, очень убрано, очень аккуратно. Нет никакого мусора, нет никаких излишеств. В 90-е годы очень сложно было здесь, как и везде, по всей Грузии был грабер, снимали ограды, сдавали в металлолом. Но вот сейчас все здесь абсолютно восстановлено, все идеально. Кто-то даже восстановил вот эти ограды. Я думаю, что все это произошло усилиями еврейского общества. Ну, там, где уже все стерто временем и вообще прошлым, да, то, конечно же, здесь уже ничего не поделаешь, ничего с этим не сделаешь. Здесь тоже вот 82-й, 49-й, 1894-й, 1984-й. Разные, разные, по-разному все это сделано. Так что, я думаю, наши зрители... Вот, Волынец, 1881-й, 1956-й. Купчан. Все это так вот очень бережно охраняется. Кладбище находится в Навклуге, твилисцы его прекрасно знают. Дора Борисовна Топперман-Маневич Естер Давидовна Ройтенберг. Вот, 1947-й год. Представьте уже, сколько времени прошло. И здесь уже старые могилы. Практически это уже закрытое кладбище. Здесь уже не хоронят. И оно имеет такой статус исторического наследия. Это, конечно же, большая страница в истории Тбилиси. Вот, Михельсон, дорогим родителям. А это, 1983-й год. Абрамовна Хася, Ася Абрамовна. Какая-то туровская маечка. Вот такая вот здесь вот. Так что, дорогие друзья, выполнил я просьбу наших подписчиков, показал вам еврейское кладбище в Навклуге. Всем здоровья, процветания, радости и мира. Встретимся в других видеороликах.